А вот ликудовскую часть я провел с ними несколько дней, очень тесно, прям вот целыми днями, не в этом году, а раньше. И когда я с ними познакомился, я, вы знаете, я не верил, конечно, что эти ребята добьются таких успехов. То есть не то, что не верил, мне показалось бы, что это, ну вам скажу, из области сказки, понимаете. И это новая генерация, новое поколение. Они прошли этот путь за очень короткое время, они очень быстро впитывали в себя все это. И я думаю, что просто, знаете, бывает так складывается, когда карта ложится, да. Натаньяу, наверное, попал в точку, найдя где-то на каком-то своем жизненном этапе Либерман. И вот сложив эти два вектора, получился не ровно в два раза больше, да, а в сто раз больше вектора. Случайность, наверное. Но их одержимость, их трудолюбие совершенно фантастическое трудолюбие. Это я уже знаю точно. Я понимаю, что Ликут, несмотря на то, что эта партия как бы консервативная, да, правая партия, еврейская, но связи и мысли о том, что с Россией нужно или с русским еврейством, или ориентироваться на хорошее отношение, близкие с российским еврейством, у них были тогда, когда они еще и у власти-то не были. То есть такого интересного интереса, и несколько лет назад нужно было со мной встречаться и думать о России, когда, тогда я вам скажу, хоть и была уже партия Ликут, но популярности и такой, я вам скажу, возможности выйти на политическую арену такую высокую планку еще не было, а мысли уже тогда были. Я не готов сейчас говорить о их чисто политических качествах, потому что я не могу пока составить даже картину правильно, как они, да, как они поведут себя. Мне приходилось беседовать с Натаньяо и тогда, и после. Я, честно вам скажу, большой разницы, не встретил, говоря с ним три года назад, и вот, говоря уже после того, как его избрали премьер-министра. Идеи, или вернее то, что он хотел сказать, у него примерно одинаковые. Тогда он интересовался Россией, и сейчас он говорил о том, что он готов сближаться с ней, так сказать, насколько это возможно. И поведение внешне изменилось. Местным евреям, тем, кто живет здесь, им нужно решать, кто у них будет, какое у них будет правительство, кто у них будет, и какую политику нужно следовать какой политике. А мне, как еврею, которые приезжают сюда, сначала просто из интереса, потом уже найдя деловые интересы, потом уже потому что тянет, хочется еще раз приехать. И не только потому что нужно создать запасной аэродром, или запасные там заранее позиции приготовленные, а потому что уже узнаешь людей ближе. И это сближение гораздо быстрее, чем со всеми другими западными странами. Лондон, для того, чтобы к нам как-то попасть и понять Англию, понадобилось несколько лет. Здесь свои вроде бы язык, и знакомые, и общие много. Здесь еще ближе тут, и еще дух родной. Приятно, конечно, мне и то, что и министром промышленности, да и торговли стал представитель русской партии. Приятно мне то, что и сам Натаньяо, и он отмечал это в разговоре с нами, и Либерман. Говорю о том, что они считают, что отношения с Россией на сегодняшний день недостаточно интенсивны, так, как это возможно, что те 10 миллиардов долларов обороты торгового, это просто ничего по сравнению с тем, как может торговать Израиль с Россией, Россия с Израилем. То есть желание сместить акцент на отношения с Россией мне очень приятное, потому что я там живу и считаю себя российским человеком. То, что отношения могут из-за политики еще усилиться, приблизиться друг к другу мы можем, это меня им очень импонирует. Это не совсем так, потому что, как вы правильно сказали, политика и бизнес очень связаны. И уже наступает такой период времени, такой этап, когда от отношений с политическими лидерами зависят твои чисто успехи по бизнесу. Есть программы долгосрочные, есть какие-то планы, которые связываются, безусловно, с решением правительства и так далее. Конечно, не было безразлично, может, то есть не может быть безразлично. Что касается именно нас, то здесь ведь разные вещи. У нас нету бизнеса большого в Израиле такого, который бы требовал на сегодняшний день политического участия непосредственно. Хотелось бы, чтобы он был большой, хороший, тогда надо будет работать с политическими лидерами и так далее, и так далее. Безусловно, на законных всяких основаниях и так далее. Мне лично, лично мне, как частного лица, импонировала вот новая кровь, свежая кровь. Может, потому что я близко их узнал, может, потому что мне они стали, как вам сказать, ближе по духу. Я понимал их, что они хотят. Я понимал, что они хотят. Когда мы беседовали по поводу их отношения к новым землям, к новым поселениям, к арабам. Ведь меня это интересовало, как человек, который не живет в Израиле, который читает только это из газет, и видит по телевизору эти выступления, там, бросающих камни арабских подростков и так далее. Я спрашивал, а как это может быть, как вот это вы хотите решить, как здесь будет. И мне объяснили, мне это было понятно. Мне это было понятно. И мне кажется, что все-таки, если бы удалось добиться укрепления экономического положения Алии, это бы имело свое сопутствующее значение. И тогда можно было бы говорить, что важнее, скажем, завоевание каких-то политических позиций, или, значит, экономических и так далее. Но я очень много вижу здесь инженеров и врачей, которые работают не по специальности. И меня, как русского юлия, это расстраивает. И я не хочу, чтобы они уравнивались с безграмотными людьми, которые, так сказать, всю жизнь этим занимались. Чтобы они занимались достойными себя занятиями. Вы имеете в виду, я лично или я должен расписаться? Я лично бы помог Алимам, но я бы не стал помогать партии. Но это определенные принципы, я на этом деле обжегся. Но если бы мне сказали, что нужно помочь Алиям, помочь бедным просто, или помочь больным, мы этим занимаемся. И наша фирма известна в этом плане, как одна из фирм, которая занимается благотворительностью в крупных масштабах. В том числе для еврейских детей, пострадавших в Чернобыле, в том числе для стариков еврейских мы даем пожертвования на Синогогу и так далее, и так далее. Очень много делаем в этом направлении. Хотя не ограничиваем только, скажем, еврейским электоратом. Это шире вообще. Это просто программа, отдельный разговор. Но вмешиваться в политику я бы лично сегодня не стал. Почему? Вы сказали, обжегся. Мне интересно просто. Обжегся я в России. Я сразу оговорюсь. И у меня были политические симпатии. Я сразу скажу, это известные в стране демократы. Я не хочу фамилии называть. Но известно, кому мы помогали. Мы помогали на предыдущих выборах. Мы давали миллионы долларов демократическим движениям России, которые не прошли потом. Не преодолели барьера номинального. Либо пройдя, как скажем, партия Гайдара, ничего не добились, ничего не сделали. На мой взгляд, я очень уважаю Егора, но они ничего не сделали в российском парламенте. И поэтому я думаю, что, наверное, для того, чтобы принимать такие решения, нужно знать ситуацию изнутри. Я ее просто здесь не знаю. Дело не в этом. Дело в том, что мы, богатая часть русской Алии, мы еще не Алия в полном смысле этого слова. У нас экономические интересы в России. Когда произойдет это движение, тогда я буду бороться за то, чтобы представители наших экономических интересов были в Кнессете. Не политических, экономических. Остальное уже вторичное. Поэтому я еще раз говорю, мы опять вернемся с вами к вопросу о том, когда мы, русские евреи, которые состоялись в бизнесе, придем и начнем работать на родине, начнем работать здесь, в Израиле. Вот это большой вопрос. И я думаю, что он очень тесно связан с темой нашей сегодняшней беседы. Нам немаловажно, конечно, и как нам здесь будут относиться. И если будут появляться такие глупости, ну, извинился Марий, но все равно, так сказать, невооруженному полицейскому было ясно, что собрались мои еврейские родственники и работники нашей компании. То есть можно было списки посмотреть, можно было все что угодно. Но хотелось это обозвать. Ну, взяли, так сказать, плюнули на стекло. Вы понимаете, даже если тщательно вытереться, но следы останутся. Поэтому, конечно, нам неприятно. И мне неприятно было узнать, что там моя тетя инвалид на коляске, представитель мафии. Мои друзья, интеллигентные люди, доктора наук, академики, профессора. А приехала, ну, я мог бы, так сказать, вам видеофильм показать о том, кто там был, и на каждого показать. И там все равно нельзя найти Абрека с кинжалом. Мне лично важно бы, хорошо было бы, что Израиль бы оставался светским и западного плана государством. Единственное мое желание, которое я всячески пытаюсь проводить, в том числе являясь вице-президентом еврейского конгресса здесь, это является желание сделать светскую общину. Я категорически против создания религиозного государства. Мне, будучи выходцем из этой страны, может быть, питавшим атеистические генералы с детства, я принципиально против, так сказать, слияния церкви с государством. И, к сожалению, в Израиле, с моей точки зрения, это основная проблема. Религия довольно сильно поднимает голову в ее крайних формах. Это мешает. Религия. Религия.